Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up, I feel like it's Monday, something's going wrong without a chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything to say... Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж, сегодня пятница 13-е, а значит время смотреть какой-нибудь прикольненький ужастик, ну а нам, песерам, самое время открывать эпиков. Эпиков Манчестер Юнайтед завезли у нас в этот четверг, достаточно они интересные, потому что первый раз у нас появляется в игре Рут Ван Нистелрой. Шмейхель уже был, Ирвин уже был, и конечно же Нистелрой это главная цель. Я в прошлом видео сказал, что он похож на Батисту, то знаете, скорее он будет похож на Ван Бастена, тут те же 188 сантиметров, вот, тот же стиль лесу ворот, как у Ван Бастена. Тоже классное умение атаковать и реализация, при этом в принципе более-менее все со скоростью и ускорением, то есть выкачать это все дело можно. И даже выносливость, кое-какая присутствует. Нистер, что мне не нравится, у него физическая форма ввось, обычная, вот, и не так часто он использует, собственно, слабую ногу. Один финт всего, Марсельская рулетка, это здорово, финтами Нистелрой не перегружен, это замечательно. Качается он, кстати, до 98, с игранностью будет сотка. Шмейхель, мне понравилась его иконе карточка, да, которая была у нас в начале, этот, я думаю, будет еще немножечко получше. Ну и Ирвин, до 94 качается, 96 будет с игранностью, достаточно сбалансированный полузащитник, конечно же, может стать и справа, потому что слабой ногой у него все в порядке, и есть у него акробатические выносы и перехват, которые помогут ему, конечно же, в защите. Кстати, Шмейхель, качается до 97, с игранностью будет 99, и открываю я это все на аккаунте моего товарища. Вот, на своем аккаунте я открывал, в Телеграм я выложил мои успехи и понял, что такое порно Ютуб может и не пропустить. Я там матерюсь просто как сапожник, потому что мне нихрена не выпадало. А вот товарищ мне дал аккаунт, попросил задонатить ему 12800 золота. Да, кстати, если нужен донат с российских карт, ты знаешь, что в описании, закрепленном комментарии, ссылка на мою личку в Телеграме, с этим я тебе могу помочь на мобилочке. Вот, там же ссылка на мой Телеграм-канал с новостями. Короче, 12800 он мне закинул, говорит, Морш, слушай, нужны два игрока, Нистелрой и Ирвин, и все. Шмейхель у него есть легендарный, ну не легендарный, иконик, да, назовем это так, легендарный с розовым сиянием, говорит, он не нужен, можешь покрутить, можешь поймать, он на айфоне играет, поэтому мне приходится тратить за него золото. Я говорю, да не вопрос, почему бы и нет, я включу запись, а вдруг, если хороший покопанинг получится, я его выложу. Вот, ну и в принципе, если вы, наверное, смотрите это видео, так забегая наперед, да, спойлер из будущего, если вы смотрите это видео, то все-таки хороший покопанинг у меня получился. Что хочется сказать вообще по эпикам? Ну, Konami такое ощущение, что начали, начали, начали потихонечку и дотягивать до хороших показателей. Я посмотрел Нистелруя на максимальной прокачке еще и с сыгранностью, у него действительно очень вменяемая скорость и ускорение для его стиля, великолепнейшее умение атаковать и реализация. Да, в пас он особо не умеет, в дриблу он не умеет, он такой прямолинейный форвард, но таких прямолинейных форвардов как раз очень легко использовать в нашей игре. Шмейхель, иконик который, ну мне нравится, как он тащит. Да, вот если сравнивать, допустим, Шмейхеля и Кассилиаса, я бы все-таки отдал предпочтение Кассилиасу. Кассилиаса в этой части что-то накрутили вообще неимоверно, реально, вратарь-стена. Шмейхель чуть похуже, но тоже тащит очень, даже в тяжелых ситуациях. Плюс у него рост 193, плюс у него стиль обороняющийся вратарь, который я так люблю. Короче, Шмейхель прям, да, молочинка, молочинка, вот здесь он мне заходит. Ну Ирвин, да, смотришь как бы на максимальный рейтинг 94, думаешь, ну эпик карточка 94, ну 96 с игранностью. Ну что-то маловато, да, могли бы ему на самом деле и побольше сделать. Я вам так скажу, Ирвин очень классный, надежный защитник. Он не быстрый, он не там, не ракета с ускорением и скоростью по 99, но у него все вменяемо за 80. Вот, плюс он умеет в защиту, что для крайних защитников не так часто, мягко говоря. Плюс обладает вменяемым пасом и низом, и навесом. То есть он такой хороший, универсальный левый защитник, который сможет встать в любую команду, в основной состав, вообще без каких-либо проблем. Стоит ли открывать этих эпиков? Ну я считаю, что все три достойны внимания. Ну вот, не старое, конечно же, нужно пробовать в первую очередь, так сказать, попробовать на вкус, пощупать, а какой он по модельке на самом деле в игре. Ну а Ирвин и Шмехель у нас уже были в варианте икоников, поэтому многие их уже пощупали, и я считаю, что это стоящие игроки. Ну мне, по крайней мере, нравится. Вообще, что хотел сказать по эпикам от Konami, у нас как бы вообще должна была еще выходить сборная Италии. И у меня такое ощущение, что Konami ее просрали. Ну то есть они опять потерялись в цифрах, потерялись в числах. У нас есть в базе данных три эпика от Италии. Это Канавара в виде бигтайма, Пирла и Франческо Тотти. Они все подписаны одним годом, то есть это должна была быть, вот как у нас выходила, там Испания 2010, это по-моему должна была быть Италия 2006, если я не ошибаюсь. Вот. И они не вышли. И я теперь не понимаю, а куда их Konami всунет, вставит, потому что, ну как бы чемпионат мира закончился, да, эпики от сборных у нас закончились. Сейчас пошли клубные эпики, а вот эти три итальянца, получается, просто висят у нас в базе данных. Не, Konami, конечно, молодцы, они вот прям умудряются сначала подписывать контракты, а потом охренительно их просирать. Я думаю, те, кто давно играют в PES, помнят, что у нас был уникальный контракт на Лигу Чемпионов, на Лигу Европы, потом был уникальный контракт на Российскую Лигу Футбольную, и нихрена не было сделано. То есть контракты были, а единственное, что у нас менялось в ивентах, опачки, опачки, а вот и первый наш товарищ, вот и первый наш товарищ. Приходит, Рут Ван Нистел Рой. Любил я в свое время очень даже этого игрока, мне нравилось, как он играл. Кстати, вот он представлен от Манчестер Юной, тут, ну вы же понимаете, что он, допустим, от Реала еще может быть представлен, например. Ну неплохо, неплохо, сколько паков я открыл? 27 паков, и я ловлю бигтайма. Кстати, в последнее время, когда я эти паки открываю, именно карточка бигтайма у меня выпадает первая, а потом уже все остальные. Ладно, по видео я уже привык по 50 паков открывать, да, с вот этим, со скипанием, чтобы видео и не сильно длинное получалось. В этот раз я тоже открою 50, конечно, не надеюсь я на Ирвина, но это было бы слишком жирно. По-любому мне Konami его запихнет где-нибудь там 120-м, 130-м, ну короче, Konami любители такое делать. А здесь, по сути, мне остался Шмехель и Ирвин, а нужен только Ирвин, нужна только одна карточка. Ладно, в любом случае, буду добивать, вдруг, а вдруг повезет, а вдруг сегодня прям мой день. Я, конечно, охренею, пятница 13, я по 13-м номерам всегда играл. Konami, сегодня мой день, вот, и 13-й номер мне сейчас в данный момент выпадает. Гроб, отличный правый защитник, кто смотрел мои матчи на ПК, тот знает. Гроб рулит, гроб это прям гроб, вот, вдруг сегодня действительно мой день, и вдруг мне реально повезет. Вот, вот, ну а впереди нас ждут, что у нас там, эпики арсенала, да, с веерой в качестве бигтайма. Ну и, в принципе, в базе данных там можно посмотреть, какие эпики уже есть. Кстати, вот на сегодняшнем обновлении никаких новых эпических карточек, к сожалению, в игру не добавилось. Ни эпиков, ни бигтаймов. И, на самом деле, это удивительно, обычно в каждом обновлении хотя бы 1-2 добавляются. Что там у нас, Челси еще есть с бигтаймом, Макелеле. Я не помню еще кто, реально, постоянно держать все это в голове, это, конечно, напряжение. Короче, в этом обновлении, к сожалению, почему-то никого не добавили. Я надеялся, что, может быть, может быть, какой-нибудь новый игрок появится. Может, в конце концов, какие-то старые... Ирвин, да ладно, да ладно. Я не верю в это нахрен. Я просто в это нахрен не верю. Ну что ж, Андрей, хочу тебе сказать, блядь, задание выполнено. Причем выполнено блестяще, как я понял. У меня в запасе было 128 паков, а я это сделал за 38 и ловлю именно нужных тебе двух игроков. Шмейхель здесь не нужен. Ну, по-моему, ребят, такое заслуживает лайка. Андрей тут, так сказать, от души. От души душевно в душу. Ну что ж, вот такой Матчестер Юнайтед у Андрея присутствует. Как вы понимаете, ему нужны были эти игроки. И Шмейхель там стоит на воротах, ну, в виде иконика. В принципе, 97-99, ну, тут такая себе разница. Значит, Ирвин становится у нас на левого защитника, да, где там Нистелройчик наш. Ну, блин, да, у тебя тут стоит Роналду, но он как бы не в Манчестере уже. Но у тебя он с эмболемой Манчестера. Я знаю, что для тебя важна эмблема. Ладно, кого уберем тогда отсюда. Роналду оставим. Все-таки сотый рейтинг. Давайте Пахбу уберем, он тоже уже не в Манчестере. И сюда ставим Нистелруя. Ну, по-моему, красивое, вкусное и заслуживающее лайка. Пиши, открывал ли ты эти паки. С удовольствием тебя поздравлю, если тебе повезло. С удовольствием... Дочери, без удовольствия, но посочувствую. Если тебе не повезло, нужен донат. Ссылки в описании и закрепи. В общем, вы все знаете. А мне тем временем прилетело сообщение. Не удивлюсь, если от папы. На этом прощаюсь. Как всегда, можешь. Как всегда, пока-пока. Продолжение следует...